Мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Беседа с пастором». И на этих встречах мы поднимаем разного рода вопросы, которые очень важны для нашей христианской жизни в частности и в общем для жизни поместной церкви в целом. И вот сегодня темой нашего пасторского разговора будет следующее. Роль воскресного богослужения в жизни христианина. Роль воскресного богослужения в жизни христианина. Вообще, насколько важно посещать богослужение? Как подготовиться к богослужениям? Когда мы пришли на богослужение, на что нам нужно обращать внимание, чтобы это время прошло с максимальной пользой для нашей души? Это очень важные вопросы, очень нужные вопросы по нескольким причинам. Но, во-первых, мы с вами живем в то время, когда темп жизни становится все выше и выше. Такое впечатление, что мы уже не идем, мы бежим каждый день, бежим и бежим. И мы где-то начинаем понимать, что мы все не успеваем. Тебе нужно что-то оставлять. Ты просто все не можешь втиснуть в свой график. И мы начинаем оставлять то, что где-то меньше значит для нас в приоритетности. И сегодня для многих христиан приоритетность богослужения становится все меньше и меньше. Поэтому они пропускают богослужение все чаще и чаще. Кроме того, я вижу, что уже многие по местной церкви, они даже сокращают богослужение. Вот если раньше мы читаем про пуритан, где там у них собрание было 3 часа, 4 часа, где пастор там 2 часа проповедовал и потом еще 50 минут молился, то сегодня это кажется что-то невероятным. И сегодня, кажется, нужно все меньше и меньше и меньше. Я слышал про дну церковь, которая же в 45 минут вкладывает все. И поклонение, и объявление, и проповедь, и вообще все. Это первое. Но и с другой стороны, даже если христиане находят время прийти в церковь, наверное, вы замечали, что это время часто проходит по-разному. Вот иногда ты придешь на богослужение, и то, что там происходит, касается твоего сердца. Твоя душа ликует. Это как елей на душу твою. Ты получаешь назидание и радость, удовлетворение души. С другой стороны, иногда придешь на богослужение, и как-то вот, ну, какой-то ты раздерганный внутри. И как-то оно тебя особо не цепляется. И ты просидел, как-то вот отмучился, и такое впечатление, как будто бы это время прошло зря для тебя. И, кстати, интересно, я удивляюсь, иногда встречаю эти два момента прямо вместе. Одно и то же богослужение. Один человек уходит радостный, его душа ликует, он встречался с Богом, а для другого это было каким-то пустым временем. В общем, это все очень важные вопросы. Здесь есть много разных нюансов. Это очень важные вопросы для нашего следования за Богом, каждодневного, ежедневного следования за Богом. И поэтому мы решили сегодня поговорить на эту тему и поднять вот много разных интересных вопросов, связанных с этим. У меня есть, вот, скажем, много уже заготовленных вопросов, о которых мы поговорим, и возможности останется время. Может быть, мы дадим возможность задать вопросы и вам, если на какие-то вопросы мы не ответим в процессе этого разговора. Итак, Алексей Алексеевич, ну, первое. Я рад с вами пообщаться. Всегда приятно пообщаться с умным человеком. Глядишь, сам умным станешь. Но все же, вот, когда мы начинаем говорить об этой теме, давайте начнем со следующего. Почему христианину важно приходить на богослужение в церкви? Вообще, вот, давайте мы начнем с такого библейского обоснования. Какие тексты Священного Писания говорят нам о важности выделять особое время для совместного поклонения Богу в церкви? Очень хорошие вопросы. Вообще, все вопросы, которые ты перечислил, я думаю, они практичные и играют колоссальную роль вообще в жизни христианина. Я хотел бы начать вот с чего. Когда мы говорим о богослужении, нам нужно понять, что люди после грехопадения имеют особенность измерять мир, жизнь свою, только физическими элементами, которые им видны. Вот. О Боге мы, естественно, не помним чаще всего. Вот почему о некоторых людях только написано в Ветхом Завете «И ходил енох перед Богом». То есть он ходил в осознании Божьего присутствия. Забывая о Боге, человек неправильно видит мир. Он имеет неправильную картину мира. Если он имеет неправильную картину мира, значит, он неправильно оценивает происходящее, принимает неправильные решения, и его жизнь генерирует то, что разрушает его самого и разрушает окружающих его людей. Вот по этой причине Бог устроил очень интересным образом мир вообще. Вы думаете, почему Бог не просто сделал так, что Земля вращается вокруг своей оси, и день сменяется ночью, и Земля вращается вокруг Солнца, и времена года есть. А еще Бог сделало так, что есть Луна, и есть лунный цикл, который включает в себе семь недель. То есть семь дней – следующий цикл, семь дней – следующий цикл Луны, семь дней – следующий цикл Луны. Это не просто так сделано Богом. Бог поставил измеритель, конкретный измеритель, и смысл этого измерителя, один из смыслов этого измерителя в том, чтобы дать человеку точку отчета. Вот проходит шесть дней, наступает седьмой день, и этот день специально посвящается Богу. В книге Левит. Ну, во-первых, давайте начнем с книги Второзакония. Ты спросил, какие места. Я пару мест приведу перед тем, как ты скажешь еще свою точку зрения на этот вопрос. Я уверен, что у тебя есть что сказать тоже. Второзаконие, восьмая глава. Если у вас есть ваши Библии, откройте их, пожалуйста. Очень хорошо, если вы будете ими пользоваться. Восьмая глава, и здесь много раз повторяется одно слово в двух вариантах. Например, второй стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». И дальше посмотрите, одиннадцатый стих. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего». И дальше, четырнадцатый стих. «То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Восемнадцатый стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего». Девятнадцатый стих. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего, то вы все погибнете». Девятая глава, седьмой стих. «Помни, не забудь». То есть речь идет вот о чем. Мы способны забывать. Для того, чтобы не забыть. Для этого Бог сделал так, что есть семь дней. И теперь откройте, пожалуйста, книгу «Левит». Вот эта книга, которую редко люди читают, а часто, когда читают, быстренько пробегают и не обращают на нее внимания. В книге «Левит» есть такая двадцать третья глава. В этой главе перечислены праздники, которые евреи обязаны были праздновать. Смысл их следующий. Посмотрите, с самого начала, второй стих, с первого стиха, сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи о праздниках Господних, в которых должно созывать священное собрание». Они обязаны были созывать священное собрание. Значит, вот праздники мои. Самый первый праздник, какой здесь? Третий стих. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день, суббота покоя, священное собрание. То есть самый первый праздник, который был установлен Богом для евреев, это суббота, в котором было священное собрание. Теперь, кроме субботы, посмотрите, кроме субботы, кроме того, что каждые семь дней есть один день, который уделялся. Для чего? Чтобы помнить, чтобы не забыть. Кроме субботы, посмотрите, четвертый стих и пятый говорит о Пасхе, и дальше шестой и восьмой говорит о празднике Опресноков. Пасха и Опреснокы посвящались тому, чтобы помнить о том, что они были рабами, и Бог их освободил из этого рабства египетского. Теперь смотрите, Пасха празднуется один день, четырнадцатый день, а праздник Опресноков празднуется семь дней. Вот интересный вопрос, был ли у евреев отпуск? Был. Где они его проводили? На Гавайях. Нет, они его проводили празднуя праздник Пасхи и Опреснок. Они собирались, они должны были собраться всем родством своим, пойти в Иерусалим, и они должны были семь дней праздновать. Это не один праздник, два праздника было, которых они по семь дней, то есть у них было два отпуска в году по семь дней. Мы еще дойдем до второго. Значит, Пасха и Опресноков в воспоминании о освобождении из рабства египетска. Праздник начатков с девятого стиха и праздник потрясания жертвы. То есть смотрите, праздник начатков, когда первые плоды собирали, и праздник потрясания жертвы, это последний снопку, семь недель прошло последний. То есть эти два праздника, они посвящены тому, чтобы помнить, мы зависим от Господа в том, что мы получаем урожай. Кроме того, посмотрите, после, кроме этих праздников, там еще был праздник Труб, День Примирения, о котором написано, очень интересно, смотрите, 27 стих. «Да будет у вас, также в девятый день, седьмого месяца, День Очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Посмотрите, 29 стих. «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа моего». То есть конкретно прописывается, почему День Искупления, он говорил о наших грехов, о нашей греховности, о том, что Господь прощает. У Господа есть жертва, которая освобождает нас от этого греха. И дальше праздник Кущей, еще один праздник, в котором они должны были построить шалаши и жить в этих шалашах неделю. Для чего? Чтобы помнить, смотрите, 43 стих. «Чтобы знали роды ваши, что в Кущах поселил я сыновы Израилевых, когда вывел их из земли египетской». То есть, заметьте, праздники были установлены, суббота и все праздники, для того, чтобы не забыть, для того, чтобы помнить. Я думаю, что один из главных вопросов... Да, сегодня, когда мы видим, ученики собираются, они собираются в первый день недели. Первый день недели, потому что Христос воскрес первый день недели. Но вот этот цикл, он остается. Он остается, если мы забыли, мы потеряли себя, мы потеряли смысл своей жизни, мы потеряли фундамент, который Господь заложил для того, чтобы мы жили. Вот основная причина, почему нам нужно регулярное богослужение. Опять-таки, заметь, регулярно каждую неделю. И кроме того, шесть праздников в году, два из которых по семь дней. И Бог требовал. И если мы вас смотрим немножко позже, Он говорит, когда Он вводит народ в Египет, в этот, в Вавилон, Он говорит, за праздники мои, за субботы мои, которые вы пренебрегали. То есть, потому что люди об этом не заботились. И они, естественно, живут так, что вся их жизнь измеряется только земными мерками. И они приходят к этому. Очень интересный момент. Действительно, без этих собраний мы очень быстро, духовно просто съезжаем. Мы забываем, забываем важные вещи. Вот знаете, я сейчас, из-за войны, которая происходит в Украине, сейчас много из России людей уехало, из Украины, и общаясь рядом с людьми, и вот они попережали в разные города и страны, и у многих там, ну, нету церквей, или нет хороших церквей. И интересно, вот люди постоянно мне говорят, мы очень быстро охладеваем, нам нужно общение, нам нужно напоминать себе. Я думаю, что, наверное, вот почему это даже Божье повеление. Это 100%. Это не просто, знаете, возможно. Ну, хочешь, сходи, или хочешь, там, Бог повелевает нам это делать. И есть целый ряд текстов, особенно, когда мы читаем книгу Псалтырь, где Бог повелевает нам. К примеру, 94-й Псалом, с 1-го стиха. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами». Вот интересно, вот что нам нужно напоминать самим себя. Он говорит, «Придите, мы будем петь об этом, мы будем говорить об этом, нужно понимать, кто Бог». И дальше, дальше он говорит, «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени при лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, овцы руки Его». Интересно, и, кстати, дальше говорит, «О, если бы вы ныне послушали глаза Его». Очень похоже здесь. Вот почему он говорит, «Придите», потому что люди имеют склонность к тому, чтобы перестать приходить, и он призывает, «Придите». Вот другой Псалом 83, кстати, по поводу 94-го Псалма, я извиняюсь, я просто видел, что здесь, кажется, стоит одна книжка, вот она, да, есть такая, «Придите, поклонимся», вот эта книга, она как раз на 94-й Псалом, здесь подробно объясняется, почему и как подходить к поклонению. Очень хорошая книга, да, спасибо большое. Получается, нам нужно постоянно слышать истину, потому что наше мышление где-то может под натиском мирской диалогии, мирской жизни, суеты этой жизни, где-то съезжать вот такие вот, ну, в плотское мышление, в плотские дела, и нам важно ясно осознавать реальность, в которой мы живем, то есть откуда мы пришли, для чего мы здесь на земле, куда мы идем, что ждет впереди нас, и нам нужно напоминать себе это, потому что как только ты забудешь эти базовые вещи, ты начинаешь мыслить неправильно, делать неправильно, и жить впустую, жить не для чего. Ну, я думаю, что здесь мы касаемся еще одной очень важной темы, когда мы говорим о том, что Писание призывает, чтобы не забыть, то это включает в себя нечто намного большее, чем только информация. Вот, дальше мы смотрим на то, что происходит на богослужении, и здесь несколько очень важных таких элементов, наверное, самый яркий, мы читаем в книге «Деяния апостолов», 2 глава, 42 стих, если помните, там написано, описана практика Первой Церкви, и они пребывали, или так, точнее, там написано, и они постоянно пребывали, первое, в учении апостолов. То есть нам нужно преображение нашего разума, вот то, о чем ты говоришь, истинной Божьего Слова. Причем, дорогие мои, это чрезвычайно важный вопрос. Вот почему Писание много раз говорит, повинуйтесь наставникам вашим. Вот это евреям 13-17. Вот почему Писание говорит, Первое Петра, также и младшие, повинуйтесь старшим, повинуйтесь в контексте пресвитеров, пасторов. Речь вот о чем идет. Речь не идет о том, что кто-то имеет власть управлять кем-то. Но речь идет о том, что отношение к проповеди, отношение к священному писанию, должно быть души, внимающей Божьему Слову. То есть, если вы пришли в церковь, и если вы пришли в церковь с критически настроенным духом, если вы пришли в церковь так, что вы не готовы воспринять Божье Слово, вы не достигаете цели, которую ставит Господь перед богослужением. В учении апостолов пребывали. Второе, в общении. То есть, когда общение проходит вокруг Божьей истины, созидающей наше сердце. Дальше, в преломлении хлеба, то есть, в воспоминании Евангелия Иисуса Христа. И четвертое, в молитвах. То есть, когда мы говорим о том, что же происходит вот в этот день, когда священное собрание, вот что происходит. Вот эти четыре вещи. Обязательно соприкосновение с апостольским учением. Обязательно общение. Обязательно воспоминание Евангелия. И обязательно молитва и молитвенное поклонение Господь. Я еще вспоминаю пару текстов, очень ярких в Священном Писании. Один из них, к примеру, Екклесиаста 4,17. «Наблюдай за ногой Твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов больше к слушанию, нежели к жертвоприношению». Очень интересно. Конечно, мы живем уже немножко в другое время. Сегодня уже нет, скажем так, храма, в котором живет Бог, храма из камней, как было в Верховом Завете. И все существуют сейчас храмы, это платяны, это мы, верующие люди. И, наверное, нет такого географического места, где вы автоматически можете пережить встречу с Богом, только потому, что вы туда пришли. Допустим, как в Верховом Завете, там Бог обитал в храме. Вот почему здесь сказано, будь готов к слушанию, очень важная мысль для нас. Для меня, знаете, поклонение Богу, это результат пережитой близости с Богом через соприкосновение с Его истиной. Я пришел услышать, я пришел и настраивая свою душу, «Господи, скажи мне». И вот поклонение – это скорее результат встречи с Богом. Ты услышал, увидел, и твоя душа запела. Понимаете? И ты по-другому увидел себя, увидел жизнь, ты увидел свои грехи, какое-то бремя греха тебя тяготило, ты увидел, исповедался, и тебе радоваться снова хочется. И вот здесь сказано, будь готов к слышанию, ищи, ищи этого. Да, потому что через слышание все приходит. Вот посмотри, мы приходим в церковь после многочисленных наших дел, которые забивает наше сознание суетой, унынием, какой-то страстью, то есть желания, которое привлечено к чему-то другому, и кроме Бога, всякими разными страхами и беспокойствами. Очень часто пустотой, то есть когда внимание раздергано по сторонам. Вот приходит человек в Дом Божий, и когда, чтобы его душа обновилась, этот путь только через то, чтобы он открыл свое сердце, чтобы услышать, что Бог говорит. И тогда это Божье Слово, оно вскроет то, где я не прав. Оно принесет с собой коррекшн, исправление. Оно принесет утешение и ободрение. Оно принесет надежду. Оно покажет наше отношение с Богом, наше принятие Евангелия, то, что Бог принимает нас через Иисуса Христа. Оно покажет нам общую перспективу жизни вообще. Все это через Священное Писание происходит. Вот почему богослужение чрезвычайно важно. Да, оно показывает нашу ценность не того, что нас думают люди и что у нас есть, а то, что нас думает Бог, который через Иисуса Христа навеки нас принял в себе, и наша ценность навеки в Нем зафиксирована. Ну и потом еще один очень важный элемент, вот в чем, смотри, это то, что вот ты сюда приходишь специально, чтобы поклониться Богу. У тебя есть специальное время, у тебя есть специально отведенное место, специально отведенный формат даже. В каждой церкви есть свой формат. И этот формат, он сам по себе не что-то такое святое закон персов и медиан. Например, там три проповеди или одна проповедь, или пять песен, или четыре песни, которые мы поем. Но он все равно, вот все встали, это для чего? Это для того, чтобы вот сейчас мы показываем, мы все сейчас фокусируемся на словах, которые мы поем, в которых представлена Евангелие, которым должна пропитаться наша душа, наш разум и наши чувства. Очень точно. То есть это специально Богом продуманный вот этот механизм. Мне по поводу, вот говоря об этой теме, мне еще один текст, очень дорогой для меня текст, вспоминается, это Исаии, 58 глава, 13 стиха. Если можно, откройте этот текст. Ой, это вообще очень ценный текст. Исаии, 58 глава. Я когда-то на него проповедовал. Да. Ну, периодически надо напоминать эти вещи, да. Исаии, 58. Ну, вы по Исаии проповедуйте, скоро еще раз дойдем. Дойдем, да, если Бог. С 13 стиха. Так нравится мне этот текст. 13-14, смотрите. «И если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господьем, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословием». Да, очень важная деталь. Пустословием. Дальше он говорит. «То будешь иметь радость в Господе, и я заведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли. Какие драгоценные слова. Смотрите. «Удержишь ногу твою от исполнения прихотей, не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти и пустословить». Кстати, Алексей Леонидович, знаете, я вот слышал вас, слушал вас, вы сказали по поводу праздников Ветхого Завета, они начали каждая суббота и потом несколько раз в году. Вот на ваш взгляд, это интересный вопрос. Сколько богослужений в церкви надо на неделю вообще? Ну, вот знаете, вот раньше мы знаем, что люди чаще как-то собирались, сейчас меньше собирается. И я вижу, что тенденцию даже богослужения становится меньше и меньше. Я вижу, что некоторые люди даже воспринимают так, «О, ты еще успел в воскресенье в церковь сходить, и ты там два часа провел, то это уже, ну, не что-то само собой разумеется, чуть ли ты уже не подвиг сделал. А если еще, скажем, там, еще когда-то там вечером сходил, ну, ты прям уже вообще духовный грант». На ваш взгляд, как много богослужений христианину нужно для души? Да, смотри, когда мы считаем, Бог Иисусу Навину говорит, и первый Псалом говорит, практически одно и то же, сказано о Божьем Слове, «Ну, поучайся в нем день и ночь». То есть речь идет о том, что мы нуждаемся в постоянном размышлении о Священном Писании. Как мы его можем обеспечить? Вот это точно, что раз в неделю предписано в Библии. В Ветхом Завете мы видим, в Новом Завете не оставляйте собрание ваше. Это точно, этот цикл сохраняется. Кроме того, сказано о том, что размышляй об этом, поучайся в нем день и ночь. Теперь мы видим практику. Смотри, апостол Павел в Ефесской церкви, в Ефесе, когда их выгнали из синагоги, он снял там училище некоего тирана, это 19 глава Деяния апостола, и ежедневно, в течение двух лет, представьте, проводил собрание, ежедневно, в течение двух лет, проповедовал ежедневно. Всенародно и подобно. Всенародно и подобно, да. Вот. Теперь смотри, мы видим Лютер во время реформации, когда этот процесс прошел, пять раз в неделю собрание проводил. Мы видим Кальвин несколько раз в неделю собрание проводил. Мы видим периоды пробуждения в разных точках, исторической точке, когда какое-то время, просто почти каждый день там собрание происходило. То есть, если мы посмотрим на общую картину, то весь вопрос заключается в том, как мы видим богослужение, что это такое. Богослужение – это не просто учение, которое мы получаем. Богослужение – это опыт взаимодействия с Божьим Словом. И в этом отношении, чем больше ты можешь взаимодействовать с Божьим Словом, тем лучше будет. Здесь нет предписания какого-то, но это точно тем лучше будет. Вот. И я вам скажу откровенно, на протяжении последних лет я сделал много усилий для того, чтобы сохранить наше собрание в среду. То есть, было много. Периодически приходят предложения, а давайте отменим собрание и сделаем там что-нибудь. Много разных. Ну, допустим, прямо сейчас проходят много классов в детской воскресной школе, проходят классы в ЭРОС, классы в хай-скул, я не знаю, я вижу детской хай-скулы, то есть в разных форматах. Вот. И поэтому говорят, ну и так у нас воскресное богослужение, плюс еще там есть у кого-то домашние, или многие домашние группы ходят, то может быть давайте. Вот. И все равно мы поднимали этот вопрос на Пресвитетском совете и все равно приходили к тому, что давайте сколько можно сохранять это богослужение, будем сохранять. Для тех, кто может прийти. И это хорошая возможность еще раз иметь соприкосновение с Богом и с Божьим Словом. Иметь эту возможность. То есть, мы не можем предписать, как часто это должно быть. Но, исходя из твоего графика, взвешивая все, конечно же, есть место для домашней группы, есть обязательно место для твоей семьи, для всяких разных дел, которые есть в семье. Но очень ценно, когда родители берут, собирают детей и приходят в церковь. Это лучшее воспитание, когда они растут вот здесь на церковной скамье. Конечно, можно водить детей в церковь и потерять их. Но если мы хотим приучить их к тому, что это очень серьезно, то, конечно, каждый раз, когда у нас есть возможность, нам нужно ее использовать. Мы читали текст вот этот, «Ты удержишь ногу твою от прихоти». Я думаю, что многие сегодня современные христиане просто живут для прихоти своих. Им просто богослужение мешает дальше жить своими прихотями. Поэтому, чем их будет меньше, тем лучше. Да, потому что у него больше времени заниматься своими прихотями. Но, наверное, тот человек, для которого жизнь Христос, и он живет Богом и истиной, он хочет как можно больше иметь это в общении, потому что это наполняет его душу. Это говорит вот о его ценностях. Здесь, конечно, тоже может это перейти в формальность. Да, конечно. Когда люди просто, вот я просто посещаю все, что возможно, но не об этом речь идет. Речь идет о реальном взаимоотношении с Богом, который есть. У меня еще один вопрос вам такой, есть интересный вопрос. В свете развиваются современные технологии, и раньше у нас не было такой возможности онлайн смотреть собрания. Да, мы все только вживую приходили. А вот сегодня появилась масса возможностей, причем с разнообразных церквей, просто сидеть дома, может даже лежать на кровати, и положить в трех собраниях. Да, да, и положить себе компьютер, и вот лежать и смотреть. И некоторые задают такой вопрос, зачем идти в церковь? Ну это же надо подниматься, одеваться, гладить одежду, ехать сюда, ехать назад, когда можно просто посмотреть дома онлайн. Вот как вы думаете, есть ли вообще разница онлайн и побыть здесь на собрании святых? Ну, скажи мне, что ты думаешь сначала, а потом я тогда скажу свою версию. Интересно, да, скажите правильно. Но вот когда вы стали вводить, вот там в твоей церкви в Харькове, когда вы стали вводить онлайн, как это повлияло на ваших людей? И что ты думаешь, нужно это или не нужно? Ну, я думаю, это нужно для тех людей, кто заболел и не может прийти, вот когда человек, он не так не придет, и для такого человека это хорошо, или даже может быть записать служение, выставить, это очень хорошо. Но когда человек может и не приходит, я думаю, что он очень много теряет. Я как-то обратил внимание на текст 1 Коринфянам 3,16. Апостол Павел говорит там, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы». Есть тексты, где сказано, что храм сравнивается просто с нашим телом, а здесь связан храм вы, здесь сказано о церкви. Понимаете? И вот интересно, Дух Божий живет в вас. То есть наши тела – храм Святого Духа, но когда верующий собирается вместе, Дух Божий больше, чем просто в нас. Он еще посреди нас. Это очень интересный такой тонкий момент, но на мой взгляд, есть разница в том, чтобы посмотреть служение просто дома где-то. Опять же, когда ты заболел, это хорошо и правильно, да. Но другое дело, или видеозапись, но другое дело, когда ты приходишь в церковь и здесь. Я не знаю, конечно, это очень тонко, но ты просто ощущаешь это Божие присутствие. Необыкновенно ощущаешь. Это что-то подобное. Помните, когда Христос пришел, а Фомы не было посреди них. И он многое потерял, почему не было. Потом он в следующий раз пришел. И опять же, я просто это чувствую, когда ты поешь песни, когда ты чувствуешь рядом, вот причем братья, другого брата, кто-то поет вместе, когда ты можешь с ним вместе помолиться. И вот какое-то, ну это совершенно по-другому переживает душа моя. И допустим, я ощущаю вот так КПД, Коффициент полезного действия, гораздо больше, побыв здесь со святыми. Ну, я думаю, что есть еще несколько причин, почему это важно. Вот посмотри, когда человек дома подключается, то он по-английски скажет, he is not fully dedicated. То есть он не полностью посвящен тому, чтобы вот сейчас быть на богослужении. Я знаю одного брата из нашей церкви, который во время ковида, когда мы не могли сюда приходить, когда все было служение онлайн, он брал, у него четверо детей, он брал, они точно так же вставали, умывались, одевались, завтракали, одевались все в одежду, какую они ходят в собрании, сажал он их всех рядами, включал компьютер, и они были в собрании. Они вставали, когда все встают, они становились на колени, когда молятся, они записывали. То есть он максимально воссоздавал вот эту атмосферу. Это очень важно. Очень важно. Почему? Потому что если ты где-то так сбоку слушаешь, ты как бы пошел, там кофе взял, ты здесь где-то отвлекся, ты здесь что-то еще по ходу сделал, а там проповедник говорит, и песни поются. You're not engaged, ты не вовлечен в процесс, в том же самом деле. А здесь ты пришел, ты пришел специально, ни для чего другого, для того, чтобы пережить вот это. Это первая причина. Вторая причина, не менее важная. Смотрите, мы здесь видим наших братьев и сестер, и когда мы вместе поем, когда мы слышим их, это вдохновляет нас. Когда мы видим других людей, которые точно так же молятся, стоят рядом с нами. Когда мы соприкасаемся, и они разные, эти люди. Кто-то сегодня радостный, кто-то унылый, у кого-то какие-то трудности, у кого-то переживания, но мы вот все, народ Божий, собрались здесь, для того, чтобы говорить Господи, услышать то, что Господь говорит, для того, чтобы стать перед Ним на колени и молиться перед Ним. И вот это вот присутствие совместное играет значительную роль. Сто процентов. Как это брат один говорил, смотреть богослужение онлайн, это все равно, что через стекло целоваться. Кто-то сказал, да. Можно, конечно, и через стекло, но ощущение совершенно не то. Здесь по-другому это ощущается. Торжественность есть какая-то. Это хорошо, если человек встал, как вы говорите, посидел, а я знаю, что многие, которые еще даже с кровати не встают. Просто на одеяло компьютер положил себе, да, еще там где-то чай сбоку, лежит там, один глаз открылся, как бы только в этой ситуации. Хорошо. Давайте мы пойдем немножко дальше. Кстати, интересная вещь, вот говоря о богослужениях, очень интересно, так как мы живем в разных часовых поясах, вот, я знаю многих-многих друзей, которые, допустим, они живут на Восточном побережье, там три часа разницы, они приходят со своего собрания, и как раз начинается наше. И они могут в своем побыть, и включают, или даже еще едут, и они могут слушать. Или же те, кто живут там, на том свете, я называю, в Украине, в России где-то, вот, у них вечер, у них уже все закончилось, и они вечером собираются, и могут послушать. У них как бы второе собрание, через онлайн. Это очень хорошо. Давайте мы перейдем к следующей части нашего разговора. Мы немножко поговорили о важности, о цели собраний, и пойдем дальше. Вот, как готовиться к богослужению? И нужно ли? Да, вот, мы говорили о том, что, вот, придешь, иногда люди сидят на одном и том же богослужении, но они взяли по-разному. Для кого-то это что-то было очень простым, банальным, оно не зацепило его, а другой человек ушел наполненной истиной. Конечно, отчасти нужно сказать, что разные богослужения бывают, и разные проповеди бывают, и это тоже часть этого вопроса. Но поговорим вот о подотоке наших сердец. На что нужно обратить внимание? Как готовиться к богослужению? Ну, первое, я хочу сказать, что готовиться нужно. Обязательно нужно готовиться по простой причине. Смотри, у тебя только два часа в неделю есть, которые посвящены специально этой теме. То есть, если ты пропустил это время, если ты не использовал его эффективно, то ты остался на неделю, на две недели между тем воскресением и еще раз следующим, в который у тебя будет следующий шанс. Ты остался не ободренным, опустошенным, не погрузившимся в глубокое общение с Богом. Вот почему евреи начинали праздновать субботу, помнишь, когда? С пятницы вечера. С пятницы вечера. Чтобы приготовить себя к субботному, к субботному дню. То есть, уже тогда день не принадлежит мне, он принадлежит Господу. И, пожалуй, наверное, наша самая большая проблема заключается в том, что мы выжимаем все до конца в субботу, так что в воскресенье с трудом встаем. А некоторые не встают. Потому что в субботу всякие разные активити, всякие разные дела, которые не позволяют... То есть, первое, с чего нужно начать? Я считаю, нужно начать с того, чтобы в субботу вовремя войти в кровать. Чтобы ты мог подготовить себя хорошо отдохнувшим. Потому что это твое время, когда ты должен быть fresh. Когда твой разум должен хорошо работать. Сто процентов. Весь ряд текстов. Псалом 121.1. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Видите, он эмоциональный оттенок такой. Или вот Екклесиас 4.17. Да, вот это Екклесиас. «Наблюдай за ногой твоею, когда идешь... И будь готов к более к слушанию». Или вот текст. Помните, Иисус Христос в Нагорной проповеди Матфея 5 главе говорит. Здесь, конечно, немножко еврейский контекст, но тем не менее. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот интересно. Действительно, ты пришел на поклонение Богу, но когда в твоем сердце нет мира, когда в тебе есть ссора, когда у тебя есть конфликт, и ты пришел сюда, и ты не готов, и ты даже сидишь здесь физически, но внутренне ты не здесь. Оно точит твою душу. Ты не можешь сосредоточиться на этом. И происходит, знаете, как эту фразу, я слышал, «свет горит, а дома никого нет». Да. Да, вроде как смотришь, и свет горит, а заглядываешь в глаза, а там никого нет. Знаешь, к чему это сказано? Это перекликается с первой главой Исаии, где, помнишь, написано, что «для чего вам топтать дворы мои?» Он идет не с тем, чтобы обнаружить себя, кто он есть, и подчерпать у Бога силы для того, чтобы развязать эти узлы. А он идет туда, игнорируя то, что у него так много узлов, и они не касаются. То есть его религия не касается его практически. Сто процентов. И вот в таком состоянии, какая раз прекрасная проповедь не будет, человек придет, и она мимо пройдет. Она мимо пройдет, потому что сердце, оно совершенно о другом думает. И вы очень важно подметили, вот этот момент, начать готовиться с вечера. Вообще вот в нашей духовной жизни это очень важный принцип, что битва за утро всегда начинается с вечера. Вот даже когда мы говорим здесь просто о личном времени с Богом, если ты вечер проиграл, ты проиграешь утро. То же самое, когда мы говорим о воскресном богослужении. Да, в жизни есть очень много всяких дел, и мы часто в воскресенье, в субботу вернее, загружаем до такой степени, что ты уже просто там, в воскресенье ты подняться не можешь. И ты приходишь сюда, а ты еле живой. Как я с одним братом общаюсь недавно, в воскресенье смотрю, он такой сонный, я говорю, как дела? Он говорит, расщехляюсь. Расщехляюсь. То есть, вы понимаете, да, что такое чехол там на инструментах. Его инструмент должен быть уже настроен, и он уже играть, он уже репетицию должен был провести, а он еще чехол не снял. Да, да, и он пришел, и он просто расщехляется. Ну и как правило, только к средине проповеди где-то ты расщехлился, и потом ты думаешь, смотришь, как-то, а оно прошло мимо, а оно не зацепило тебе. Это большой фактор. Я думаю, что подготовиться нужно к трем вещам. Когда мы говорим о том, что мы готовимся к богослужению, ну, конечно, то, что ты говоришь, что в субботу это нужно начать, ты готовишься ко всем трем, но у нас, в принципе, мы должны быть способны на три вещи. Мы должны быть готовы к слушанию, мы должны быть готовы к поклонению, и мы должны быть готовы к служению. То есть каждый человек, независимо от того, человек участвует здесь, что-то проводит, или просто человек приходит, вот он, казалось бы, ну, никаким таким видимым служением не занимается, хотя служений очень много, каждое воскресенье, очень много, кто-то встречает на парковке, кто-то встречает здесь, кто-то включает свет, кто-то потом убирает, кто-то делает вообще все, чтобы здесь функционировало нормально, то есть очень много всяких разных, но даже все остальные идут, идите для того, чтобы служить, то есть ты готовишь себя к тому, чтобы служить. Это очень серьезный вопрос, вот как служить. То есть готовь себя к тому, чтобы слушать, готовь себя к тому, чтобы поклониться Богу, готовь себя к тому, чтобы послужить Богу. Кстати, я вот открыл здесь место, очень интересное, в 47 стихе, это в Тразаконе 28-47, написано, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему. То есть речь идет о каждом человеке, который служил или не служил. Очень важная составляющая, для которой нам нужно готовить себя. Еще только один вопрос здесь есть, я думаю, люди постарше очень обрадуются этому вопросу, но я думаю, он действительно важен поговорить. Как вы думаете, важен ли вообще внешний вид в церкви? Вот с одной стороны, нужно приготовить сердце, и мы говорили, если сердце не готово, богослужение мимо пройдет тебя. Но когда мы, и мы говорили важно о том, чтобы поспать нормально, то есть в здравом разуме прийти, встать, чтобы ты пришел утром сюда способным воспринимать. Но когда мы говорим о богослужении, имеет ли вообще какое-то значение внешний вид? Или вот пусть человек, как ему удобно, приходит? Имеет, конечно, потому что внешний вид, это определенное самовыражение каждого человека. Оно в разных культурах разное, мы не можем провести один абсолютный во все времена истории, во всех культурных зонах. Но все равно у каждого человека есть определенное понимание того, что он в определенной ситуации appropriate или подходящий вид такой, в другой ситуации подходящий вид такой. Есть определенные вещи, как человек одевается, когда он идет на интервью, на работу. И есть определенные, мы даже бываем, когда где-то отдыхаем, и вот есть такие места, где гостиницы all inclusive, вот где все включено, и вот определенные рестораны, там есть дресс-код, там написано, что вот туда в шлепках не пустят тебя. Почему? Что ты? Осквернишь этот ресторан своими шлепками? Да нет, ты не осквернишь. Просто люди туда приходят, все торжественно и одеты, а ты заявишься здесь в кепке, в шлепках, в шортах. Ты просто будешь, атмосферу нарушишь вот тех людей, которые пришли там при свечах, посидеть, смокингах там и так далее. И поэтому из уважения к этим людям говорят, что нет, вот здесь нужно, вам нужно одеться вот таким образом для того, чтобы сюда прийти. То есть речь идет о том, что мы все равно, наш внешний вид все равно играет определенную роль. Мы не можем, у нас нет предписания, как, в какой форме, но все равно у каждого человека есть понятие того, что это что-то особенное. И поэтому я хочу, чтобы люди, которые вокруг меня, могли ощутить это, что это что-то неординарное для меня, это что-то более значимое. Мы пришли поклониться, мы пришли предстать перед царем царей. Да. Вот ощущение, что мы вместе пришли поклониться царю царей, оно уже как бы создает определенную, знаете, атмосферу сердца. И мне нравится, вот я пуритан читаю, и мне вот одно слово у них очень нравится, когда они говорили об одежде, вообще о проповедниках и об одежде, они говорили, что верующий человек должен выглядеть торжественно. Да. Они не говорили, какой длины, там что, там как, там, но это, это твой внешний вид подчеркивает торжественность момента. Это важный момент. Мы вместе пришли поклониться царю царей. Это не значит, что ты должен там разодеться и там блестеть, чтобы все смотрели на тебя, а наоборот, это помешает. Но торжественность момента должно подчеркнуть. Вот смотри, в нескольких местах мы читаем эти слова, которые, 1 Тимофей 2 глава, здесь сказано о женщинах, но здесь сказано в контексте богослужения. Вот здесь сказано, «Чтобы также и жены в приличном одеянии, с осыдливостью и целомудрием украшали себя». Вот слово «украшали» – это слово, которое происходит от греческого слова «космео», от него происходит русское слово «космос», и от него происходит русское слово «косметика». Все это один корень. И смысл его – упорядочивание, то есть приведение в порядок. То есть Писание говорит о том, что нужно приводить себя в порядок. Просто расхлябанный вид, неопрятный, неаккуратный, он должен упорядочиваться. Здесь сказано, как там, чтобы оно не было слишком кричащее, не было сексуально вызывающим, чтобы не было слишком дорогим, чтобы не привлекало к себе внимание, но упорядок должен быть обязательно. Кстати, интересный момент, да, вот тут нужно быть осторожным, чтобы твоя одежда даже не отвлекла внимание. Просто многие сегодня одеваются ради того, чтобы привлечь внимание к себе. А наша задача совместно здесь посмотреть на Господа. И особенно это важно для тех людей, которые предстают, которые ведут церковь, поклонение, чтобы просто указать на Господа, а не привлечь к самому себе. Знаете, я вот сейчас вспомнил, слушая вас, я вспомнил свое детство. Ну, мы жили, благодарю Богу, у нас необходимое были, но жили достаточно бедно, и у меня не было много одежды. Но вот как бы у меня было два вида, три вида одежды. Первый вид одежды, это который я там дома таскал, знаете, там штаны дырявые, всякие там и все остальное. А второй вид одежды, это что в школу ходил. И третий вид одежды, самый торжественный для церкви. Это самое лучшее всегда было. И вот родители так воспитывали, мы идем поклониться Богу. И я думаю, это неплохо. Господу лучше. Да. Вот знаете, интересно, мы говорили о том, чтобы приготовиться к воскресному богостроению. Я думаю, что даже твой внешний вид, это часть твоего поклонения Богу, и нам нужно где-то и к этому готовиться. Вот почему я так хочу подчеркнуть, я часто замечаю, особенно когда у тебя есть маленькие дети, когда у тебя большая семья, собрать их в воскресенье в церковь, это иногда целая трагедия. Папа, а где мой носок? Один нашел, второй не нашел. Да, а мой один лапать там, второго не могу найти. Ты пока их всех соберешь, ты уже весь перенервничался, уже перессорился, уже накричал, засунул их в машину, сел, едешь, а тебе уже жить не хочется, не то чтобы Богу поклонить. Понимаете? И это важный момент, кстати, для семей, вот когда ты готовишься с вечера, возьми, я помню, допустим, моя жена Иночка, я всегда вижу, как она с вечера, так она приготовит, вот тебе утром проснешься, оденешь это, мы встанем, мы спокойненько пойдем в церковь. И это тоже, я вижу, хорошая подготовка, чтобы это не раздражало тебя, не разрывало внимание. У нас, кстати, есть много семей, которые, я удивляюсь, у некоторых есть по шесть детей, и они все мало-мало-меньше, и они каждое воскресенье, и каждую среду даже бывают. Вот, и это действительно нужно, нужно собрать. Но это, кстати, очень важная практика, очень важная практика, которая воспитывает в сознании детей, что это важно. они идут в церковь, они еще не понимают, но они уже понимают, что для родителей это настолько важно, что они идут на такую жертву, что они собирают их всех, они одевают их в хорошую одежду, и они ведут их в дом Божий. Говоря вот здесь еще о том, как готовиться к богослужению, я, наверное, пару моментов хотел бы отметить. Если вы участвуете в чем-то, в пении, или в проповеди, или проводите класс какой-то, или еще, это требует еще большей подготовки души своей, потому что ты приходишь для того, чтобы послужить другим людям. И, наверное, вот еще один момент, который я хочу, который хочу подчеркнуть, я думаю, что мы можем даже, мы можем также подготовить свои пожертвования. Но не можем, а должны. Вот интересно, да, это тоже является частью поклонения нашего Господу. Вот я буквально вчера перечитывал текст с 1 Коринфянам, 16,2. Там апостол Павел говорит о том, как они собирали финансы для помощи. И там сказано так, в первый день недели каждый из вас, пусть отлагают у себя, и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Вот интересно. То есть они, прошел момент, они заработали какие-то деньги, они взяли, отложили эти деньги, они лежат у них, ну как это, это специальные деньги, это особые деньги. И затем, когда приходит момент, они приходили, и они отдавали эти деньги, это тоже был актом поклонения Богу. Смотри, это тоже связано с Ветхим Заветом, и в Ветхом Завете есть много вещей, которые некоторые люди игнорируют и говорят, что мы не можем просто, это Ветхий Завет, и мы не можем это переносить, много заветов. Но в Ветхом Завете есть очень много таких фундаментальных принципов, определяющих нашу жизнь вообще. Ну, например, роль и место Бога в жизни. Это Ветхий Завет. Бог суверенный, все вокруг Него, все от Него, Он определил, Он дизайнер, Он определяет, какой должна быть жизнь. Все это от Него исходит. Это все Ветхий Завет. Ветхий Завет рисует нам Бога. Ветхий Завет рисует нам проблему греха человеческого. Ветхий Завет рисует правильную реакцию человека на грех и реакцию на Бога. И вот в ряду с этим стоит один очень важный фактор. Помнишь, кстати, мы сегодня говорили в 23 главе Левит, и там есть такой праздник начатков. То есть, когда самое первое собрали, отложили для Бога. То есть, это не тогда, когда собрали, потратили, а потом, что из того, что осталось, ну, что-нибудь я выделю. Если осталось. То есть, речь идет о том, что человек готовит себя к тому, чтобы жертвовать, даже не в субботу, а тогда, когда он бюджет расписывает и говорит, вот это принадлежит ему. Даже больше того, у евреев вот это принадлежит храму, а вот это принадлежит бедным. И те, кто так живут, нас родители так приучили жить с детства. И те, кто так живут, это интересная вещь, очень интересная корня. Те, кто так живут, никогда не будут иметь проблем с финансами. И это не потому, что как харизматическое ты посеял и пожнешь. Нет, просто Господь тебя благословит, если ты дисциплинированно подходишь к деньгам. Обычно, если люди Господу умеют отдать то, что им принадлежит, они сумеют правильно распорядиться остальным. Так что они не упустят, не потеряют этих денег. И вот интересно, вы заметили, отдать в первую очередь. В первую очередь просто вот с благодарностью Богу. Я благодарен Богу как бы во время моего такого духовного юношества были люди, которые учили меня этому. И вот сколько живу в жизни, слава Богу, Господь дает быть верным в этом. Пришла зарплата, десятую часть, я приучен так, десятую часть я несу в ту церковь, где я член церкви. Есть другие нужды, есть пожертвования. Сверх того, насколько я могу, я помогаю. Я понимаю, что десятая часть это то, что я должен отдать в ту церковь, где я служу. Будешь так жить, будешь благословен. Да, и ты видишь, Бог заботится в самое необходимое. Это тоже хорошая подготовка поклонения к Господу. Хорошо, время идет. Слушайте, мне так интересно общаться. Давайте еще немножко, еще один фактор. Мы посмотрели некоторые библиотеки. Я бы хотел еще остановиться на одной детали. Смотри, когда мы говорим о подготовке к служению, готовьтесь к тому, чтобы, идя на богослужение, вы могли кому-то стать ободрением. готовьтесь к тому, что вы можете кому-то улыбнуться. Вот перед служением вы пришли, вы не просто сели и сидите, а вы найдите кого-то, у кого вы можете спросить, как ваши дела? Кого-то, кто постарше вас, кого-то, кто помладше. Подойдите, поинтересуйтесь, может быть, даже помолитесь с ним, пока есть минута. После собрания используйте время. Для меня это особое благословение, когда меня здесь после собрания окружают детвора. Вот. Ну, у меня там много важных всяких людей подходят и хотят со мной поговорить, но для меня важно с ними пообщаться, с этими, спросить, сколько ему лет, обнять его. Я помню, как-то одна девочка зовет свою подружку и говорит, Маша, Маша, иди сюда, это дядя Леша, он деток любит обнимать. Это вещи, которые, вот подойдите, поговорите с кем-то, и это будет, это будет вашим служением. А мне приносит большую радость старший, обнимать старших деток. Знаете, вот с той части церкви, у нас есть там чуть постарше детки. Молодежь, молодежь их называют. подстарше. И я обращаю внимание, найдешь время, подойдешь, пожмешь рук, я вижу, а меня, а меня, пожалуйста. Для них это много значит, просто подойти, улыбнуться, обнять человека. Потому что в этом мире большой кризис доброты. Мало добрых людей. Это сопротивление. Да, и когда ты даже просто вот таким образом. Мы плавно перешли вот нашей последней части, мы говорили о библейском обосновании, немножко говорили о том, как готовиться. Давайте мы сейчас немного еще посвятим времени тому, чтобы вот на что обратить внимание непосредственно во время самого богослужения. То есть ты приготовился, и ты уже здесь на богослужении. Вот одна из вещей вы сказали о том, чтобы принести кому-то благословение. Кстати, вот сразу продолжая эту тему, одна из вещей, которые я учу себя и вот тех там братьям, с которыми мы работаем сейчас, я бы очень хотел, чтобы для нас вот говорить об истине было бы естественно. Вот бывает так, придешь и ты там про машины, про политику, про войну, про что угодно, ты можешь часами говорить там, как поездили, в отпуск и съездили. А вот о Боге, об истине, почему-то для многих христиан это стало как бы неестественным разговором. А Писание нам говорит, да будет слова ваши с благодатью, приправлены солью. И мы, кстати, читали текст, помните, если ты удержишь от того, чтобы не пустословить. Ну и Ефесянам 4 глава, помнишь о том, он говорит о том, чтобы для назидания верия. Не говорите гнилых слов, а говорите то, что назидает верия. Это очень хорошо, допустим, если Бог проговорил к вам через какой-то текст на этой неделе, вы могли бы поделиться с кем-то. Или, к примеру, закончилась проповедь, вы стоите, и мы можем просто поделиться с друг другом то, что коснулось своего сердца. И таким образом мы наставляем друг друга, вот уже непосредственно находясь здесь. Ну, я думаю, первое, что нужно здесь, это брать с собой Библию. Это очень важно. Брать с собой Библию и открывать те места, которые читаются. Для меня не только важно открывать, а вот иметь ручку с собой. У меня такая специально тоненькая-тоненькое перо. Вот. И я, когда читаю что-то, когда ты проповедуешь, или кто-то, вот я сижу и слушаю проповедь чьего-то, я читаю этот текст, я, я, какие-то слова, мне они по-особенному открываются. Я его обведу, поставлю там восклицательный знак, допишу там что-то, чтобы мне потом вернуться туда, обратить на это внимание. Вот простое взаимодействие с текстом очень важно. Кроме того, возьмите какую-то, какую-то записную книжку или листок бумаги, где вы могли бы основные там мысли записать, чтобы... То есть, вот это помогает сосредоточиться. Наверное, один из, одна из первых таких битв, которые происходят, это, помните, почва номер один в притче о сеятеле, что сатана украл еще до того, как оно успело пустить корни. То есть, услышали, но не обратили внимания достаточно, чтобы оно... Приходит лукавый и похищает. И похищает, да. Как похищает? Потому что я вспомнил о чем-то, посмотрел куда-то, отвлекся на что-то, и я не понял, о чем же идет речь. Давайте вот здесь, говоря об этой теме, еще немножко коснемся молитвы, пения и слушания проповеди. Я чуть сейчас скажу о молитве и пении, может быть, чуть больше вы скажете о слушании проповеди. Об этом... Это тоже очень важная такая культура. Вот когда мы приходим, допустим, мы молимся в церкви, это очень важно. Когда-то... Где-то я простое такое... Простое наставление читал. Когда ты молишься, молись. Когда ты молишься, молись. Вот когда ты пришел, важно сосредоточиться на Боге. И вот важно понимать, я стою перед троном Всевышнего, и у меня есть честь открыть рот. И он меня слышит. И сосредоточиться на нем. Просто знаете, как бывает, так ты начинаешь молиться, там молишься, один глаз открыл, о, Маша в новом пальто пришла, да. А где же она купила его? Наверное, на сейле где-то, там, ой-ой-ой, Господи, и начинаешь дальше молиться. И у тебя мысли... И вот помните, как про этого читаешь про фарисея и мытаря в храме? Да, тут молится, говорит, Господи, благодарю Тебя, что я вот не такой, как он. То есть, один глаз туда смотрел в этой ситуации. И даже не глаз, я думаю, что, наверное, одна из проблем в том, что у нас вообще short attention span, там очень сокращенное внимание. И за все это... Людям вообще трудно погружаться в размышления. Я, кстати, планирую сейчас свои проповеди на ближайшие 2-3 месяца. Вот, и если Господь позволит, в начале июня я планирую две проповеди, которые специально посвящены размышлению. Как нам размышлять о Господе? Вот почему, смотри, молитва «Отче наш» начинается с чего? С созерцания Бога. «Отче наш» сущий на небесах. Тебе нужно войти в осознание того, кто есть Бог. Сто процентов. Я хотел еще один вопрос с тебя спросить. Вот родители приводят детей в собрание, и очевидно, что детям трудно прослушать все, детям трудно быть, молиться, так, как вот мы сейчас говорим. Вообще, вот ты, из твоего опыта, когда вы, у вас двое уже постарше детей, одна сейчас еще маленькая, какие цели вы ставили перед собой? И нужно ли это, чтобы вот дети были вместе с вами? Ну, дети, знаете, Алексей Алексеевич, они намного больше запоминают, чем мы даже думаем. Вот, к примеру, я в пятницу на группе был, вот где Денис Иванов, лидер группы, и, ну, я до этого тоже был, потом и сейчас Денис ведет эту группу. У нас есть такой обычай, перед группой, мы ставим там какие-то призы небольшие, и дети, которые скажут текст, название проповедей, основные пункты проповеди, и одну мысль, получает подарок. И мы вот последний год или два это делали. Вот я этот раз пришел, стоит мальчик, три или четыре годика ему. Он, ну, маленький, он только, ну, разговаривает, вы понимаете, там, шепеляет и все. Я просто поразился. Кстати, в том воскресении я проповедовал, да, и он вышел. И он мне четко рассказал, о чем была проповедь, и мысль, которую он взял для себя. Ну, наверное, проповедь про Бога была. Да, ну, она была про Христа, как он в Евсимании молился тогда. Помните вот эту ситуацию? И он запомнит, и они запоминают намного больше. И я думаю, что мы, как родители, должны побуждать детей к этому. И я, как бы, не против того, чтобы даже как-то, знаете, поощрять какими-то, ну, быть осторожным, чтобы он не стал только ради этого делать. Ну, вначале, когда невозрожденная душа, скажем так, она не особо там ценит это. Ну, по крайней мере, чтобы он слышал там. Я дам тебе конфету, расскажи, о чем. Да, да, да. И они сидят, и они записывают. И я как-то, будучи там пастором в Украине, я делал эти моменты, и какое-то время я приучал детей, и вот все, кто после собрания подойдут ко мне и дадут конспект основных мыслей моей проповеди. Я им давал там, покупал там Snickers, там Twix, целая очередь. И я обращал внимание, что некоторые дети, они писать не умели. Они просто смотрели на PowerPoint, и они просто перерисовывали буквы, потому что они не знали еще их. Но что-то там, но что-то у них получалось. Они могут, и мы должны говорить, мы должны учить их. И, допустим, ты едешь назад после собрания, и можно спросить, о чем дядя проповедник проповедовал сегодня? Скажи мне вот одну мысль. Они не запомнят все, но хотя бы одна какая-то мысль. Да, и это хорошо, и это важно. У меня еще, знаешь, у меня целая коллекция моих портретов, которые написаны во время собрания. Детвора рисуют, кафедру рисуют, крест там, когда здесь был, рисуют, и потом приносят, сдают. И это говорит о том, что они здесь, и они что-то услышали, и что-то где-то западет в их сердце. Очень важно. Еще очень важный момент – петь. Это где-то очень похоже. Молитва и пение. Оно требует сосредоточиться. Мы просто живем сейчас в такое время, оно очень быстрое, как мы говорили, и мы пытаемся сегодня делать одновременно сразу несколько действий. Ты и здесь, но ты и здесь слушаешь, одним ухом отвечаешь, а там пишешь, а тут звонишь. И очень часто мы продолжаем эту практику даже на собрании. Ты пришел сюда, и ты вроде как бы о Боге, но ты пытаешься сразу несколько вещей делать. Вот, кстати, когда мы говорим про телефон или про смартфон, друзья, вот я думаю, что это большая наша битва сегодня. Просто выключить его. Или поставьте там авиарежим. Ну, я вообще предлагаю такой вариант сделать. Вот пришли вы перед собранием, откройте сначала YouTube, посмотрите там прямую трансляцию. Поделитесь. Поделитесь со всеми вашими друзьями. Напишите, и после этого выключите. Выключите, идите вживую слушать. Вы слушаете, да. Да, очень-очень важный момент. Но, друзья, не читайте новости во время богослужения. Не заходите в соцсети во время богослужения. Я вижу, как некоторые люди сидят, и ты видишь, они продолжают листать там. А наши дети это все видят. Не играйте в игры. Вот еще обращайте. Когда люди в игры играют. Да, да. Просто выключите. Это мешает. И вот когда мы говорим о пении, пойте Богу. Пойте, как можете. Пойте от души. Это очень важный момент. Кстати, мы Богу поем, и с другой стороны мы друг друга даже наставляем пением. Мне очень нравится, вот мы когда сидим там, вот часто там за мной Сережа Ланге сидит, а он очень громко поет. Это я тоже, говорят, не тихо пою. Да, это нормально. Но он очень громко поет. И вот когда он за мной сидит и поет, я прям песни два раза слышу, знаете. И они как-то еще лучше усваиваются, даже вот в сердце моем. Но это важно. Пение имеет еще один очень важный фактор. Смотри, это совместное исповедание истины. Это когда вот тысячу человек вместе говорят amazing grace. Когда тысячу человек провозглашают Христа, Его Евангелие, Его благодать. Это имеет силу. Оно действительно вдохновляет всех, на что это наше совместное исповедание. Сто процентов. И когда мы поем песни, там есть хороший евангельский смысл. Это наставляет душу твою. Я очень часто еще до проповеди уже намолюю, и поплачу в душе своей, и напоюсь. И, кстати, большое спасибо нашим музыкантам за подборку замечательных многих текстов, многих песен, и то, как это преподносится. Это приносит огромное благословение. И последнее здесь, я вижу, что время уже идет. Вот последнее здесь, Алексей Алексеевич, проповедь. Вот когда мы говорим о богослужениях, то, что мы пришли, пообщались, помолились, спели, это все важные части, но мы все равно говорим о том, что проповедь – это центральная часть богослужения. Выходит проповедник, и он проповедует истину Божьего Слова. И это требует особого подхода, особой, скажем так, бдительности. Как слушать проповедь? Как слушать проповедь? Ну, отчасти я уже коснулся того, что нужно слушать с открытой Библией. Это очень хорошо помогает. То есть наша цель – понять истину и сфокусировать свое внимание на той, вот среди изложенных истин. Обычно есть какая-то центральная истина и несколько истин, которые помогают ее увидеть, эту центральную истину. Сосредоточить на том, что наиболее практично касается тебя. Кстати, по этой причине я большинство своих проповедей заканчиваю какими-то практическими выводами, с тем, чтобы позволить… Вот у нас здесь много, сотни людей сидят, чтобы у каждого… Я знаю, что у каждого разный период жизни, разные обстоятельства. Ну, каждому человеку нужно найти какую-то истину, о которой ты понесешь на этой неделе, которая станет предметом твоих молитв, которая станет целью твоей, которую ты будешь достигать, которая будет ободрением для тебя сегодня, которая откроет для тебя какой-то новый горизонт в понимании Бога, в понимании спасения, в понимании твоих взаимоотношений с людьми. Вот это и есть духовный рост. Духовный рост происходит в нашем взаимодействии с конкретной истиной. То есть одно дело, когда ты просто услышал что-то интересное, но пока оно не придет к тебе, что ты лично будешь взаимодействовать с конкретной истиной, которая тебя коснула сегодня, и ты будешь молиться Богу об этом, и ты вернешься к этому вопросу завтра или послезавтра и еще несколько дней. Вот это вопросы, которые помогают, которые обеспечивают духовный рост. Не будет этого, не будет рост. Для меня очень важно, когда я слушаю проповедь, прежде всего понимать, что мы сейчас соприкасаемся со Словом Бога. Помните, 1 Фессалоникийцам 2.13 Павел говорит, «Посему мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас верующих». Для меня очень важно понимать, что мы сейчас не просто размышляем над какой-то статьей из интернета или из газеты, или чьим-то мнением. Это провозглашение истины самого Бога. И нужно быть внимательным, нужно стараться понять, нужно попытаться сделать какие-то практические выводы. Я обычно стараюсь, вот много проповедей слышишь, вот то, о чем вы говорили, стараюсь, по крайней мере, вот когда проповедь закончилась, для себя ясно взять какую-то одну мысль, вот выделить для себя хотя бы одну мысль, о которой ты будешь дальше жить, о которой ты будешь думать. Ну вот, к примеру, в воскресенье проповедовали из Исаии о излиянии Духа. Мы много говорили о действии Духа Святого в Ветхом Завете, в Новом Завете. И в Новом Завете вы подчеркнули одну мысль интересную, о том, что Дух Святой, он всегда ведет ко Христу. Христоцентричность служения Духа Святого. Он напоминает слова Христа, он ведет к Иисусу Христу, он показывает туда. И я вот, для меня это задело воскресенье, я сидел, слушал, это задело мое сердце. И честное воскресенье пришло немного унывшим в душе своей. И я понял, что моя проблема была в том, что я смотрел в себя. Когда я смотрю в себя, мы мало там, что можем хорошего в себе найти. Но когда ты смотришь на Христа, и Дух Святой просто в этот момент оторвал мой взор от меня, от моих проблем внутренних, и показал мне славного Христа. И когда я увидел славного Христа, я успокоился. И я просто написал себе в воскресенье, смотри на Христа, а не на себя. И это стало, знаете, одной мыслью, но она стала большим благословением, которое в течение недели живет со мной. И я вот думаю, что нам нужно стараться с каждой проповедью, просто извлеки что-то, что ты потом пожуешь в разуме, поразминаешь эту мысль, и пронесешь с собой в течение недели, и поделишься с кем-то потом даже. Такие мысли. У меня все. Лисий Лисович, если вам что-то есть сказать, или... Да, я сожалею, что у нас нет времени для вопросов. Я хотел бы, чтобы перед тем, как мы помолимся, прочитать один текст из 10 главы посланий к евреям. Откройте, пожалуйста. 10 глава посланий к евреям. И здесь вот ты говоришь о Христе, я просто вспомнил об этом. Смотрите, о чем здесь сказано. Итак, братья, это 19 стих. «Имеет дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». В освятилище, помните аналогия, люди входят в освятилище, то поклонятся Богу, в Ветхом Завете, святое святилище, потом святое святых, то есть соприкасаются с Богом. Он говорит, «А у нас сейчас, у нас есть дерзновение, то есть смелость входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, не крови животных, а крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которым Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с исканним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы, вши тело водой чистой, будем держаться исповедание, упование, неуклонно, ибо верен обещавший». Вот Христос здесь в центре, Христос ведет нас к Богу, к общению с Богом. Но смотрите 24 и 25 стихи, которые непосредственно вытекают отсюда. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Интересная вещь, что вот здесь вот сказано о сообществе. «Мы идем лично путем новым и живым во святилище, но в этом процессе мы внимательны друг к другу, мы поощряем друг друга вот в этом совместном пути». И дальше он 25 стих заканчивает. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаях, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня того». То есть, скорее всего, проблема оставления собраний была еще в первом столетии. И там еще были какие-то дела, которые у людей появлялись, которые отвлекали их от этого. И Священное Писание об этом предупреждает. Я думаю, все то, о чем мы говорили сегодня, оно очень хорошо помогает нам, напоминает о том, что есть у нас важный инструмент, который Господь оставил нам. Это инструмент совместного богослужения. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты дал нам возможность соприкоснуться с истинной Твоего Слова и поговорить о ряде текстов, о Твоем учении, о Твоей истине, о Твоем подходе, который Ты оставил для того, чтобы наши души не обмельчались здесь на земле, чтобы сатана не растерзал нас, не увлек за собой где-то, когда мы вроде бы верующие, вроде бы знаем, вроде бы не отвергаем, но, приходя в церковь, упускаем то, чтобы соприкоснуться с Тобой, чтобы иметь взаимоотношения с Тобой. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас, благослови церковь нашу поместную, благослови каждую душу в церкви, помоги научиться ценить время общения с Тобой, научить ценить время, когда мы совместно можем поклониться Тебе, когда можем слышать Слово, когда можем молиться Тебе, когда можем исповедовать наши грехи, когда можем ходатайствовать о нуждах окружающих нас людей. Благослови нас, Господь, в этом. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.